Музыка Всем доброго утра, хорошего дня, уютного теплого вечера и мирного неба над головой. Я Надежда и вы на моем канале, который называется Надежда Жилова. Сегодня я к вам с рекомендациями по провязке первого ряда крючком, эластичного первого ряда. Я думаю, многие, кто вяжет крючком с этим, всегда сталкиваются, что первый ряд, как бы вы его не вязали, он всегда получается стянутый. Я знаю, что во времена моей молодости, давным-давно, 300 лет тому назад, была такая рекомендация. Набирать цепочку из воздушных петель крючком на размер больше. Ну, я хочу сказать, что когда вяжешь тонкими нитками, ну, это нитки у меня, по крайней мере, немножко потолще, а когда вязать какое-то летнее тонкое изделие, каким бы крючком мы ни набирали, это всё равно получается большая проблема. Даже если набирать на размер больше, получается петли больше, ну, цепочка крутится, скручивается, это просто невозможно потом вязать, набирать первый ряд столбиками. И поэтому, я не знаю, кто это придумал, имя этой гениальной женщины, которая придумала такие способы набора, который и не стягивает, и провязывается очень просто, совершенно без проблем. Повторяю ещё раз, это не моё изобретение, это уже на Ютубе есть несколько каналов, вернее, несколько видео с разных каналов, с такими наборами. Ну, я решила это повторить, показать, потому что я столкнулась с этим вопросом вплотную при вязании некоторых вещей. Решила показать вам, вдруг вы ещё не знаете. Приглашаю посмотреть, как это работает. Первый способ провязывания эластичного края при помощи столбиков без накида. Первая петля. Провязываю ещё две петли. И во вторую петлю от крючка, вот первая петля, вот вторая, та, что у меня на крючке не считается, ввожу крючок. Вытягиваю петлю, петлю эту немножко подтягиваю, чтобы она была на уровне той петли, что на крючке. Теперь провязываю эту петельку, вот у меня образовалась ещё одна петля, и затем две петли вместе, те, что на крючке. Ту же петлю, что я только что провязала, она у нас маленькая, и вообще практически не видно, значит, мы её пропускаем. И во вторую большую петельку, которую я первую вытащила из нижней петли, вставляю крючок из неё, опять поднимаю петлю на уровень той петли, что на крючке. Провязываю только что вытащенную петлю, и опять две петли вместе, что на крючке. То есть у меня получается одновременно и цепочка из воздушных петель, и уже столбики без накида. Следующим, опять-таки, ту петлю, которую я вторую провязывала, вот она маленькая, мы её пропускаем. В эту петлю, которую я поднимала из нижней петельки, вставляем крючок, поднимаем петлю на уровень петли, который у меня на крючке, провязываю её, затем две петли вместе. И таким образом вяжется эластичный край. Опять, вот её сразу видно, эту петельку, из которой надо вывязать дополнительную петлю. Вот, я её вывязала, провязала, две петли вместе. Опять, вот она большая такая петля у нас. Подняла петлю, провязала, две петли вместе. И всегда вот эта петля, которую мы первую поднимаем, она у нас будет длиннее, чем та, которую потом провязываю с петлёй на крючке. Всё. Вот так вот вяжется начальный край. Вот, я провязала какой-то размер. Смотрите, тянется одинаково, что вверху, что внизу. Теперь, провязываю петлю подъёма и начинаю вывязывать уже полотно, которое мне необходимо. Рядами туда-обратно. Намного проще, чем если бы у нас была просто набранная цепочка из воздушных петель. Это то, что касается столбиков без накида. Вот, провязано при помощи столбиков без накида. Я провязала несколько рядов полотна. И обратите внимание, если бы я убрала крючок с верхнего ряда, вы даже не поняли бы, где у меня начальный ряд и где последний. Смотрите, тянутся они одинаково. То есть, низ вязаного изделия стягиваться не будет. Следующий способ провязывания начального ряда крючком эластичного. Это при помощи столбиков с накидом. Провязываю первую петлю. Затем провязываю четыре петли. Раз, два, три, четыре. Накид. В первую петлю из четырех провязываю петлю. Провязываю эту петлю. Потом провязываю столбик с накидом. Раз, два. Накид. Первую провязанную петлю ввожу крючок. Поднимаю петлю. Провязываю эту петлю. И затем провязываю столбик с накидом. Накид. Петля. Провязываю эту петлю. Затем провязываю столбик с накидом. Я думаю, что вы поняли, почему здесь я набирала четыре петли. Когда мы провязываем просто столбик с накидом, первый столбик с накидом в ряду, мы всегда поднимаем три петли. Здесь я провязала четыре петли. Первая петля из этих всех четырех, это уже у меня начало ряда. Поэтому четыре петли. Накид. В воздушную петлю вставляю крючок, поднимаю петельку. Эту петельку провязываю. Затем провязываю столбик с накидом. И так вяжу полотно. Вот я провязала два ряда столбиками с накидом. И опять-таки. Вот это ряд у меня. Последний, это первый. Тянутся они одинаково. Следующий способ. Способ провязывания начального ряда при помощи соединительных петель. Я таким способом пользуюсь очень редко. Так, начальная петля. Две воздушные петли. Во вторую петлю от крючка вставляю крючок. Поднимаю петлю. И сразу же, вот я поднимаю на уровень петли на крючке. Придерживаю, чтобы ее не затянуть. И сразу провязываю соединительную петлю. Петлю, которую я первую подняла. Опять поднимаю на уровень той петли, что у меня на крючке. Придерживаю, чтобы ее не затянуть. Провязываю. Вставляю в эту же петлю крючок. Поднимаю опять. И опять-таки, чтобы была петля на уровне той петли, которая у меня на крючке. Придерживаю. Потому что, если я не буду придерживать, она у меня затянется. И будет, наоборот, стягивать вязание, вместо того, чтобы сделать его эластичным. И провязываю. И так, сейчас провяжу образец. Покажу, как он себя будет вести. Итак, провязаны три образца. Первый образец связанный столбиками без накида. Второй образец столбиками с накидом. И третий образец соединительными петлями. Пожалуйста. Все они эластичные. Край не стягивается. Выглядят красиво. Вяжутся просто. Надеюсь, вам понравилось. И когда-то это пригодится вам в вашем вязании. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо. Берегите себя, своих родных и близких. До новых встреч. Пока-пока.